Есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Обладающая таким красивым вкусом, что ее будут охотно пить и взрослые, и дети, и пожилые люди. И получая только обречения. 14 июня, день Иустина. Назван в честь святого мученика Иустина философа. Он получил образование, но продолжал искать правду жизни. Иустин повстречал старца, который воспламенил его дух стремлением к Богу. Размышляя о словах старца, он познал, что возвещенная старцем философия – единственная истинная. После этого Иустин начал читать пророческие и апостольские книги, и от них стал действительно философом, то есть истинным христианином. Был отравлен врагами веры. Старину день этот называли по-разному. Устин, Устин и Харитон, Устина в день, брусничные губы. Об этом мне говорили так. Устин, мужик, май с июнем перегораживает. Обычно в конце второй летней недели внимательно следили, куда дует ветер. Так восточная сторона предвещала поветрие, а северо-западная – порчу погоды. В случае чего наши предки закликали ветер, который был очень важен для роста хлеба. Примечали и восход солнца. Если он происходил на чистом небе, то ждали уржи налива хорошего. Если утро было пасмурным, к доброму урожаю конопли и льна. Девушки вечер проводили наедине с любимым, чтобы семейное счастье стороной не прошло. Если же возлюбленный был не мил, то втыкали сорванную ветку ивы между следом нелюбимого и своим. Приметы. Красное утро, значит, и налив ржи будет хорошей. Утренняя радуга к дождю. При зацветающей ржи карп сезан клюет особенно хорошо. Итак, мы с вами сделали теперь смесь соков морковка, огурцы и салат. Пробуем. Так как эти соки очень сильно ощелачивают наш организм, то как раз они растворяют вредные кислоты. Способствуют их больше и лучшему выведению из организма. У нас просто-напросто, знаете, получается структурированная вода, щелочная по своим свойствам, которая хорошо растворяет вредные отложения, быстренько выводит их из организма. И за счет этого наша кожа получает передышку и начинает восстанавливаться. В результате многие кожные заболевания проходят, потому что они вызваны именно тем, что наш организм перестал нормально работать. Кстати, а вот сок огурца с медом, его можно использовать при различных заболеваниях верхних дыхательных путей. При этом, значит, употребляют по 2-3 столовые ложки 3 раза в день. Давайте сделаем и этот сок. Мы с вами просто-напросто берем огурчик, освободим кружечку, берем огурчик, выдавливаем с него сок. Вот у нас получился сок. Теперь добавляем сюда мед. Мед добавляем по вкусу. Слишком много надо, но тем не менее. Вот, размешиваем. Я думаю, получается такая хорошая, приятная жидкость, обладающая таким красивым вкусом, что ее будут охотно пить и взрослые, и дети, и пожилые люди, и получать только облегчение. При этом простудные заболевания у них будут отступать, что немаловажно. И, кстати, он оказывает выраженное бактерицидное действие, потому что мы сюда добавили мед. Пробуем. О-о-о, отлично, отлично. Одиннадцатые лунные сутки. У нас вот такое название, день Икадаши, первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. И эти наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли ее называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас растражают. И еще одна важная рекомендация. Сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. Двенадцатые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активизирует сознание человека, чувствуя милосердие и сострадание. Сутки имеют свой символ сердца, который повсеместно связывают с милосердием и состраданием. Считается, что если в этот день не оказывать милосердие и сострадание, то можно самому этого лишиться. Сегодня противопоказанное проявляет злобу и ненависть. Не следует отчаиваться и плакать. Наоборот, молитесь, просите, меняйтесь, становитесь иной личностью. Сегодня не следует перенапрягаться. Наоборот, ограничьтесь с пешеходными прогулками, с любимым человеком. Питание сегодня жидкое. Свежевыжатые соки, отвары трав, фруктовые компоты. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровья и до новых встреч!